Welcome, welcome, welcome. Я смотрю, без меня кингзоновцы вообще ничего не могут сделать. Стоит чуть-чуть поспать, как они уже 0-2 идут, летят. И если верить Папа Смите, они произвели только что двойную замену. Убрали Кана и убрали Пината. Ставили Кузю и Раскала. В составе Раскал, как видите, все еще в команде Кингзон. На Туплэйне будет играть Кузя в лесу, на Олафе. Посмотрим, как получится у команды Кингзон сейчас отыграться с 0-2 полета. Да, очень неприятная ситуация, потому что это выход уже близок, как говорится. Уже дверь на чемпионат мира открыта. Осталось только порог переступить, но в этот порог не пускает их чемпиона мира. Такой плотным барьером встали. И команде Кингзон предстоит сейчас устраивать реверс-свип. Ну или проиграть первую игру, которую я увижу. А потом мы перемотаем, посмотрим, что там произошло в первых двух играх. Здесь по банным пикам вроде все хорошо. Не самая тяжелая линия на Туплэйне. Да, неприятно, конечно, Чегату против Гангпланка играть, но... Вам нужен был комбинационный танк под Рейкана. Есть Олаф с ускорялочкой. Есть Акали, который будет финишить весь тот самый урон, который нужно нанести. Тем более, что защитников-то толком нет у команды Джен-Джи для Зои и Варуса. Если Кингзона проиграет, то их хромки не будет на Казиксе. Да, не будет. Кто не в курсе, ребят, Казикс новый чемпион, чемпионшип. Обязательно его себе возьму. Не знаю, что я буду делать с хромками, как их там покупать получится, потому что их 48 штук. Будет сделано 48 хромоскинов для Казикса. По-моему, 48. Обычные хромоскины, цвета. И добавлено будет еще 28, получается, или сколько там было. Число по количеству команд, попавших на чемпионат мира. Казикс будет выпускать флаг, и там будет флаг команды при реколе. При этом будет расцветка его под эту же команду. Хромоскины — это просто расцветочка. Это не будет он выглядеть как дракон, играя за команду Кингзон. Не будет он выглядеть как, не знаю, что, играя за команду Гамбит. Но Гамбиты есть на чемпионате мира. Для них хромоскин уже существует. Уже существует для команды Катаростерс, уже для фанатиков. Сделан оранжево-черный Казикс, который выпускает эти флажки. Но вот голубо-синего Казикса пока еще нет. Это про команду Клауд Найн. И темно-синего Казикса пока еще нет. Это для команды Кингзон. Но любопытно, что он, наверное, не сильно будет отличаться, не сильно будут заморачиваться. Райты, потому что у Джен-Джи тоже форма темно-синяя. То есть, получается, у них, кто бы сегодня не победил, будет одна и та же расцветка. А вот Гриффины были бы красно-оранжевые. Да, по-моему, они у них цвет там красно-черно-оранжевый. Такой был у Гриффинов. Но Гриффины не прошли. Про них можно уже забыть. СКТ не прошли. Теперь нет у них рома скинов. Да. СКТ не прошли. И без Казикса будут шикарного они теперь. Любая покупка этого скина – это вложение денег не только в скин, как вы понимаете, который вы получите в игре. Но вы еще одновременно с этим поддерживаете чемпионат мира. 50% этой оплаты уходит в призовой фонд чемпионата мира. 25% оплаты уходит самим Риутом. Они могут ей распоряжаться, как хотят. И 25% еще оплаты будет уходить в пожертвования. Риуты пока не объявили, в честь какого заболевания будут пожертвованы. Не в честь, конечно же, а против какого заболевания будут эти пожертвования. Но в прошлом году вроде было против наркотической зависимости. Что-то в этом роде. Ну, это надо прогуглить, я не помню. Прошлый скин тоже был с этим связан. Ну что ж, пока у нас 0-0. Команда Kingzone, в общем-то, все устраивает. У них лейтгейм не такой плохой. Я бы даже сказал, у них чуть-чуть посильнее, чем команда Gen.G. Это связано с тем, что Чагат вообще не убиваем ни для Варуса, ни для Зои. Гангпланк, конечно, неприятный команде Kingzone. Но у них есть Акали. Мы видели с вами дико хороших Акали. Как они могут раздавить любого просто игрока за секунду. А когда нет для них защитников, в данном случае и Зоя, и Варус. Да и тот же самый Гангпланк. Ну ладно, Гангпланка будет стирак, который будет давать ему щит. Но вот Зоя и Варус будут просто нулевыми чемпионами. Нулевым таким пунктом для Акали. Ей надо будет просто дать пару заклинаний. Он пропадет, а дальше надо будет думать о своей судьбе, чтобы их не заццешили. А заццешить-то и нечем. Только Браум. Но если ты добрался до врагов, значит Браум уже не попал по тебе заццэффектом. Только Грагас. Но если Грагас не попал по тебе заранее, то он не попал уже и вообще. То есть получается, что Акали, убив одного, скорее всего, убьет и второго. Особенно учитывая, что там команда еще будет помогать. Так что кингзоновский сетап мне здесь нравится. Но чувствую, что проблема явно была не в сетапе в первых двух играх. Мы обязательно... Я на ютубе сейчас нахожусь. Перемотаем на предыдущие игры. Посмотрим, что там произошло. А пока просто болеем за кингзон. Я буду откровенно болеть сейчас за команду кингзон. Потому что они мне нравятся. Не то, чтобы я против команды Джинджи. Если вы меня спросите, кого бы кроме кингзона хотел бы видеть на чемпионате мира, я скажу, что команду Джинджи. То есть я не хотел видеть команду СКТ. Я не хотел видеть команду Гриффинов. Гриффины мне не нравились тем, что они выскочки, которые потеряли нить игры, а вели себя дальше так, как будто они все еще цари и могут играть все, что хотят. Так нельзя себя вести. Как, в общем-то, сейчас и клоунайны себя ведут. Я надеюсь, что сегодня ночью они забудут о том, что они цари и подготовятся по-серьезному. Нормальную добротную лигу легенд нам покажут против команды ТСМ. Кто-то из них сегодня не поедет на чемпионат мира тоже. Ну, а что касается как раз-таки СКТ, надоели. Откровенно говоря, надоели. Тоже нет никаких изменений. Продажа пената вот эта вот очень странная. Вы помните эту историю, я вам рассказывал. После чемпионата мира, как они продали пената, как они продали хуни. По факту все деньги они держат все еще в фейкере. Я не говорю, что фейкер плохо играет. Я просто говорю, что надо развивать и другие линии тоже. Они держат все еще бот-лейн, который, ну, скорее только имя сохраняет свое. А имидж, имя, бренд. Но при этом уровень игры уже гораздо ниже, чем у большинства других адекерей и саппортов. Джанглеры себе не достали хорошего на весь год. Не достали топеры хорошего на весь год. Зачем тогда продавали хуни? Зачем тогда с хуни они просто не продлили контракт? Хуни с ними подписал контракт на полгода. Чтобы попасть на чемпионат мира, он это выполнил. Они заняли второе место. И после этого с хуни они отказались прописывать дальше контракт. Ну и хуни сказал, я хочу вернуться в Америку тогда. Хуни правильно поступил. Ну, в этом смысле, что поеду тогда хотя бы деньги зарабатывать. Раз уж не получилось стать чемпионом мира и СКТ отказываются со мной продлевать контракт, поеду лучше зарабатывать деньги. Да, они вчера проиграли команде ТСМ 0-3 и не пойдут на чемпионат мира. Но я думаю, хуни не прогорел на этом всем. Что касается пената, история была такова, что когда у него истекал контракт, и он уже знал, что с хуни не подписали контракт, с пенатом тоже по-прежнему не подписывали контракт. И пенат думал уже, в какую команду ему идти, в американскую какую-нибудь или что такое, но объявить об этом еще в интернете не мог. По той простой причине, что по контракту каждый игрок обязан еще целую неделю давать шансы своей официальной главной команде дать ему реподписку на команду. Ну, то есть у тебя закончился трудовой договор с ними, и у тебя еще неделя команда может тебя держать в своем составе. Ты не имеешь права сказать, что у тебя закончился трудовой договор. Только когда это закончится неделя, вот тогда можешь об этом сообщить. И вот он сидел эту неделю, понимая, что никто с ним продлевать ничего не хочет, никому ничего сказать не может, смотрит, как другие команды покупают уже джанглеров. Ой, хороший гон, хороший кейл, минус горелла. Так вот, пенат сидит-сидит, как он говорил, на иголках, сидит, играет соло-кушку по 24 на 7, чтобы быть в идеальной форме, когда его будут смотреть другие команды, когда ему придется пробиваться в состав. И тут приходит к нему осознание, что уже завтра он сможет наконец-то в интернете написать, завтра на утро, сможет написать, что все, ребят, я свободный агент, покупайте меня. И тут приходит к нему тренер команды СКТ. Как я понял, он сказал, Пухманду это был. Пухманду пришел в полночь, где-то в час ночи. И говорит, ну, наши пути разошлись, ты, конечно, понимаешь, бла-бла-бла. Но ты не волнуйся, я уверен, говорит Пухманду, ты найдешь себе команду. Уходит Пухманду и через 5 минут звонит пенату. И звонит пенату команда Kingzone и говорит, хочешь играть в нашем составе? И тут пенат, как в своем твиттере написал, я все понял, меня просто отдали уже в команду Kingzone заранее. То есть вот эту вот неделю команда СКТ решала подписать дальше пената себе, либо продать его в какую-нибудь команду, типа вот по стратегии, и сам не ам, и другим не дам. Если никто не захочет его купить, тогда мы, типа, его подпишем дальше, нам не будем ему зарплату поднимать и тогда. Но в итоге пенат попал в команду Kingzone, отыграл очень хорошо этот сезон. Но, видите, команда Kingzone не может пока пробиться на чемпионат мира. Тут и выскочки Гриффина им немножко подпортили сезон. И заклятый их соперник, наверное, так это можно даже назвать, команда Gen.G, которая вроде бы не так страшна была для команды Kingzone на протяжении вот седьмого года, седьмого сезона, семнадцатого года получается. Но вот в восемнадцатом году, в восьмом сезоне, постоянно команда Kingzone им проигрывает. И так вот случилось, что именно против них надо играть финальный раунд за выход на чемпионат мира. А результативность команды Kingzone против них крайне низкая. 0-3 плей-офф, 1-3 плей-офф, 1-3 плей-офф и победа 3-2 плей-офф. Вот такая результативность команды Kingzone против команды Gen.G. Идеальный лесник для СКТ сейчас в замене у Kingzone. Да, сегодня его отправили в замену после первых двух игр. Еще одна инициация идет от Грагаса. Как же Хару продолжает ганкать, правда в этот раз Горелла зацепляет двух игроков. Но хватит ли урона Олаф? Олаф пытается зацепиться за рулер. У Олафа заканчивается ульта. Он вынужден отступать, потому что не хватило урона. Он не хватило ему все же этого урона. Хару можно добить. Он там в зеленом, ой, в зеленом, в красном и в желтом, в розовом, в голубом. Во всех цветах остается он в живых, потому что уходит в золотого Грагаса. Цвет ошибся. Прибежал сюда Бетиди, но слишком поздно. Зоя оказалась здесь раньше. И команда Кингзона еще больше начинает проигрывать по ходу встречи. Но Лейт чуть-чуть за ними. И нет больших проблем в мидгейме. Но вот неприятно то, что минус 2к уже. И самое главное, вот Дракон был первый бесполезный. И работают эти ганги от Хару. Смотрим на Кивекева. Тут же дал ульту и решил сейчас полететь туда на телепорте. Правда, теперь у него нет ульты и нет телепорта. А одна минута до Интернал Дракона. Как рассчитал здесь четко весь урон свой Кузя. Кузя ровненько добил Варуса красным смайтом. Ну и дальше, прилетев сюда, раскал. Говорит, я что-то как-то прилетел просто постоять. Постоять за Чагата. Там Дракон сейчас апается через 40 секунд. Но команда Кингзона пока смещается на Киве. Они знают, что у Киве нет ульты. Они знают, что у него нет телепорта. И решает его тавердавить. На пофиг. Окружает его. В этот момент Бетиди устраивает урон по Крауну. Пытается его убить. Ааа, получится. Плэш. Клинс. К сожалению, он умирает. Но делает килл в килл. А в этот момент нам не показали, как Чагат съедает на топе Киве. И все раз блат вышку забирает еще команда Кингзон. Резкий взрыв такой эмоции произошел для команды Кингзон. Они поняли, что либо сейчас, либо никогда нельзя больше отдавать ничего команде Джен-Джи. И отыгрываются с минус 2000. Правда, они сейчас потеряли вышку тоже снизу на боте. Так что это размен в размен получился. Ну, чуть-чуть отыграли, скажем прямо. И у них живые игроки. Они могут сейчас игнорировать то, что Бетиди Мертвый пойти тупо делать дракона. Но здесь устраивает им ловушку Джен-Джи. Кузя ускоряется. Кидает топор по АКиве. Топор застревает в щите. И отпускает его Кузя. Говорит, давай заберем Краба-Горилла. Сейчас подойдет сюда Чагат, у которого ульта почти откатилась. Подойдет сюда Кали. Мы заберем Инфернал. Инфернал нужен. Это ключевой дракон во всех ситуациях. Всегда. Инфернал это тот дракон, за которого Риуты знали, что игроки будут сражаться. Перепрыгивает Грагас. Ешка попадает в него Бетиди. Пошло ускорение от Грагас. И бросает пока дракона команда Кингзона. Они вне позиции. Оказались два игрока. Ой, как их отзонили. Чагат получает у нас слип. Но дракона не стартует сами Джен-Джи. Занимает Кузя хорошую позицию. У него есть ульта. Есть ульта и у Ракала. И надо Кузе как-то тут продвинуться. Он пока с Кюве сражается один на один. И не может подойти ближе. Горилла подходит с него. Делает прыжок. Еще один прыжок. Ульта по нескольким игрокам. Бару сыпляет ультой бедного Рейкана. Рейкан погибает. И дракон, судя по всему, уходит за командой Джен-Джи. Не доиграл немножко здесь Бетиди. Ну, как немножко. Очень даже множко не доиграл, скажем прямо. А Олаф не забежал внутрь. Потому что видит, что нету Бетиди. В тот момент, когда делал врыв Горилла, Бетиди не подошел. И команда Джен-Джи забирает себе этого дракона. Как же они отзонили. Вот просто красиво сыграли Джен-Джи. Отзонили команду Кингзон от этого дракона, который был сделан уже до 2000. То есть 2000 здоровья осталось. Ну вот где Бетиди? Он какие-то долгие обходы устраивал. Боялся, что его там закидает скиллшотами с той стороны. Поэтому он хотел вообще, по-моему, обойти через Трайбуш. Но это слишком уж долго. Какие конфликты? Никаких конфликтов. Все, мы Лигу Легенд смотрим. Успокойтесь, ребят. О чем вы говорите? Джен-Джи криптонит для Кингзон? Да. Я думаю, сама команда Кингзон болела за то, чтобы Гриффины победили вчера. Или чтобы СКТ победили Джен-Джи в первой партии. Лишь бы не играть против них вот этот раунд-файнал-босс. А Джен-Джи устраивает целый проход, ребят, на чемпионат мира. Проходит команду СКТ со счетом 3-2. В равной борьбе. В тяжкой, я бы даже сказал, борьбе. После этого проходит 3-1 команду Гриффина. Уже чуть попроще. И теперь команду Кингзон. Проходят они со счетом 3-0. Но пока еще шансы есть. Но потерян еще один объект. Это уходит Геральт за команды Джен-Джи. Соответственно, они смогут вышку на миде проломать им. Хару на вардах не стоит. Выгоняет его Кузя. Кузя на Олафе, конечно, в этой партии так себе пока отыгрывает. У него всего одно убийство, один ассист и все. Флэшбэки из прошлого года. С третьего места на чемпионат. Да, да, да. Все флэшбэки. Почему сейчас танки билдятся в полу саппортов? Танки. Ты имеешь в виду лесные танки? А они просто усиление берут для Адекерри. Орден-цензор и саппорт это вымерли. И поэтому два предмета очень часто берется именно для вашего Адекерри. Берете Заки и берете Найт Вов. Но чаще сейчас получается Заки забирает саппорт, потому что ему КДР нужен и мана нужна. А танку лесному это не нужно. И он берет тогда на себя роль Найт Вова. И получается вот эти два предмета накидываются на Адекерри. И Адекерри усиливается таким образом. Ребят, я не знаю, кто спрашивает. Вы, может быть, спросите у тех, кто спрашивает, что вы у меня-то спрашиваете. У меня все зашибись. У меня умирает команда Кинг-Зона, и это грустно. Я в печали, я в тоске. Как говорит Самаруся, я в печали. Мои любимчики не поедут на чемпионат мира. И это уже не первые мои любимчики в этом году, которые не едут на чемпионат мира. Это грустно. Заки на Заки не очень. Да, согласен. Заки на Заки будет совсем не очень. Потому что ману она дает, а мана ему не нужна как чемпиону. Так что ее туда не собирают. Ну, самое распространенное. Я говорю, Найт Вов собирает себе Олаф, допустим, а Горилла будет собирать себе Заки. Клауд Найн еще? Не Клауд Найн, посмотрим. У них еще шансы есть. Сегодня пробиться. Главное, чтобы Клауд Найн и прошли полностью с тобой согласен. Это сегодня ночью, в полночь будем с вами шматрекать. Правильно здесь я спам. Какие-то странные люди. То есть проблемы у них, а они приходят и задают мне вопрос, как им решить их же проблемы. Я откуда знаю, ребят. Я никого не обижаю. Всегда говорю только правду. И ничего, кроме правды. Краун потратил прыжок. Кузя может на него сейчас выскочить. Береди дает замедление. Краун дает экзост. Отфлешивается. Попадает Ешка. И не достает Кузя своей беготней вместе с Гориллой. Но тут тут же сморачивает команда Джинджи и хотят перехватить кингзоновцев. Но не получится. Там вышка есть еще на топе. Под защитой этой вышки находятся кингзоновцы. Блин, теперь не знаю, за кого болейте скорее. Крутая сказка. Гриффинов закончилась, а кингзоны что-то не тянут. Что вы тут сразу ломаете кингзоновцам? Сейчас они соберутся. Сейчас реверс-свип организуют. Но пока проигрывают 3000. Пока напряжение. Пока давление. Но Акалия, она жива. Она молодец. И некому остановить ее. Это на самом деле без шуток. Если она хорошую позицию займет. Не так, как было в предыдущем драконе. То с ней можно много наработать. Мидлейн будут сломать. Геральтку вызвали. Команда Джинджи проломала мид. А теперь команда кингзон. Контроль карты упал. И они с трудом защищают вышку тер-1 на топ-лейне. А Чагат не может продавить, сами понимаете, гангпланка. Чагат с Санфайром. Да, это немножко странный выбор от Раскала. Закидывают здесь кузи с заклинаниями. Но он достаточно танковый, чтобы сильно не переживать по поводу того, что в него здесь влетело. И не забывайте, что Прэй еще играет на Зайе. А Зайе это не хухры-мухры чемпион. Она все же является прямой контроль к Варусу в тимфайтах. И Рейкан. Но правда у Рейкана есть проблема. Это Браум. Браум, который может хороший десенгейдж поставить. И пока у Гориллы, прошу прощения, не получается никак зацепить нескольких игроков своей ультой. Решает продавить кинг-зоновцы Мидленд. После этого резко пойти на Дракона. Но помним, что Кюве... Ай, как много прокаста получили через Десбуш, так называемый, прошли у нас команда Кинг-Зон. Минус по половину здоровья у Гориллы и Кузи. И стартуют они все же Дракона. Команда Джин-Джи смещается в сторону Нашора. Но как-то нехотя делают это все. Говорит Гангпланк, забили на Маутендрейка. Это не страшно. Я заберу за ту вышку на топе, которая нам как ком в горле. Сейчас стоит... Из-за этого мы не можем захватывать контроль Красного Леса оппонентов. И это правда. Не уверен, что стратегически это самое правильное решение. Но это точно не ошибка. То есть это то на то и получилось. Правильное ли это решение? Может быть, стоило команде Джин-Джи сейчас дать битву? Все же у них чемпионы. Все готовы. У них есть Хекс Дринкер уже готовый. У них есть уже Магрес у каждого чемпиона. А Акали пока не собрала толком себе пробивание. У них есть только Морелка в 15%, которая дает пробивание магической брони. Этого недостаточно. А Декири тоже еще не был готов этой пропрея. Единственная проблема, которую гипотетически здесь мог кто-то создавать, это Чагат из-за жуткой танковости и Олаф, забегающий во врагов. Можешь, пожалуйста, рассказать о том, куда делась команда Rocks, LongJu и Samsung Galaxy, и куда делась команда Immortals в Америке. Как и во многих вещах в этом мире, все решает деньги. Когда твой спонсор больше не видит в тебе, как говорится, потенциала зарабатывания денежек, он готов тебя продать. И по факту команда Samsung продали имя свое и всю свою команду со всеми тренерами и буткемпами корпорации KSV. Это корейская Силиконовая долина. Но она там не Силиконовая, это я ее так называю, потому что Korean Silicon Valley по-английски. И вот Силиконовая это долина, это большая корпорация в Корее, которая решила в киберспорт вложиться. И после этого они решили перенести название команды с KSV, которое было дурацким, ну на самом деле было дурацким KSV, в название Gen.G, потому что у них есть отдел будущих разработок, Generation G она называется, этот отдел. И они решили вот эти будущие разработки, пусть будет под этим тегом играть команда Samsung нынешняя. Поэтому Samsung теперь называется Gen.G. Что же касается команды Longzhu, та же самая история была. Продавался полностью состав вместе со всеми вытекающими и втекающимися. И команда Longzhu переименовалась в команду Kingzone. Но здесь было определенное условие, когда продавали это все дело Longzhu. Они попросили, чтобы бренд Kingzone имел под собой все еще дракона, того самого дракона, который был символом команды Longzhu. И поэтому команда называется Kingzone Dragon X. Кто не в курсе. Такое полное название у них. Что касается... Ты кого-то там еще спрашивал Rocks. А Rocks вроде все еще существует в ЛЦЛе. Или ты имеешь в виду Rocks Tigers. Если ты про команду Rocks Tigers, то у них тоже прошла продажа. И они переименовались в... А в кого они переименовались? Что-то я забыл. Как сейчас Rocks называется? Что-то вылетело из головы. Это гигантская социальная компания, то есть государственная практически компания по страхованию людей. И Хангвайлайфы купили полностью состав команды Rocks Tigers. И теперь они называются ХЛЕ. Такие вот дела. Тем временем, пока я это рассказывал, плачевную историю, ну, с другой стороны, развивающуюся историю, когда целые составы продаются и с удовольствием их покупают другие корпорации в Корее, тех самых своих команд. Гангпланк сломал вышку на боте. Вышли еще больше вперед команда Джен-Джи. А Kingzone все здесь какие-то охотные ряды выстраивает вокруг нас Шора. И это может плохо кончиться. Бидиди прыгает туда, вынуждает накинуть на себя две ульты. И Кузи надо отсюда убежать. У него есть ульта, есть флэш. Он останется точно в живых. А вот на вардак команда Kingzone не стоит, наверное, реколиться. Это минус Варуса ульта, минус Гангпланк ульта, минус Браума ульта. Гипотетически можно даже сейчас дать битву, если объединиться. Но вне позиции все игроки у Прея может быть сейчас небольшая проблема. Он бочку выбивает автоатакой. Вот это, как это называется, нервочки у Прея. Как струна, ребят. Так четенько он видит бочку, поставил Кюве и говорит, плевать, я ее автоатакой выбью. Никаких двойных бочек по мне Гангпланк не сделает. И мне не придется флэш, хил или ульту тратить. И Раскал выбивает бочку. Что-то у Кюве сейчас, по-моему, тильт начнется. Он вроде все делает правильно, но холоднокровие и безумие в глазах команды Kingzone. Может его немножко сейчас подкоробить. Насколько они уверены. Ребят, они летят 0-2, чемпионат мира закончится после этой партии. Они летят 0-2, проигрывают в этой встрече 6-3 и по золоту идут минус 5 тысяч. Они это знают. Они не идиоты. Может там кто-то плохо играет, может там еще что-то, но они точно не идиоты. И каждый из них тоже может по-своему анализировать игру. И понимают они, что в лейте будет все хорошо. Они выровняют этот матч. Но сейчас любая ошибка, это конец партии сразу, просто мгновенный. Без каких-либо обворотов назад. Бедити здесь ловится. Раскал его прикрывает. Дает сайленс, чтобы краун здесь не прыгал. И опять там пинг стоит. Очень хорошо по вардам, конечно, работает команда GG. Посмотрите, сколько. 71 виженскор на 27-й минуте у корджи Джея. Корджи Джея такое впечатление, что только на пинг варды работает. У него там в инвентаре по 3 пинг варда появляется каждый раз. Он тут же идет их ставить в каждый куст. Нигде не задерживает этот вард. Поставил, варда здесь нет. Переходим в следующий курс туда, ставим. Варда здесь нет, переходим дальше. Маламортиус полностью закончил у нас. Руллер боится, что Прей успеет убить их танков быстрее, чем они справятся с Акали. Потому что Акали это все же проблема. А также просто, наверное, боится ваншота от Акали. Как складывается показатель обзора? Поставленные варды и выбитые варды. Там своя арифметика. Забирают джинджи и драконы. В этот раз у них есть хороший старт его. У них был и обзор лучше, и позиция лучше. Да и кинг-зонцы не особо парились по этому поводу. Кинг-зон, я вижу, изо всех сил хотят не дать забрать обзор на нашор. Для них это главной целью. Стал. Олаф ошибается. Но у него есть Магрес. Пока не... Ой. Ой. Ты уверен? Ты уверен? Ай-яй-яй. Горилла, мне кажется, ошибся. Очень грубо ошибся. И это приводит к поражению. Игрыли. Горилла отдает 2 кила. Пытается раскалы убить. Гангпланк у него. Это получается. Кузя надо оттуда убежать. Кузя без флэша. Но впереди есть шишка. Он на ней... Прошу прощения, упрыгал. Но, ребят, это минус 2. Ошибка Гориллы. Он решил убить QVF. Прыгнул в него. Промахнулся. Мимо него с киллшотами. В этот момент Кузя сражается с Крамном. Крамного убивает. Олаф падает. Счет становится в этой игре 10-4. И Нашор уходит за командой Джен-Джи. Ничего не получается у команды Кингзон. Это 0-3, ребят. Какая же ошибка от Гориллы сейчас была. Не нужно было даже это все организовывать. А если и нужно было это все организовывать, то, конечно же, по рулеру он увидел QV. Он решил сделать врыв в него. Промахнулся. Дал ульту. Промахнулся. Как же можно было промахнуться двумя с киллшотами подряд. И из-за этого погибли два игрока. Раскал, конечно, справился. Потом с QV выбил бочку. Флэш. Укус. Да. На Кузю дали здесь просветку. Но по какой-то причине решил вернуться все равно Фармитс. Ну, это уже такой тильтовый ход от него был. Десперадо от Кузи здесь произошло. Почти нет ни единого шанса сейчас на камбэк у команды Джен-Жи. Слишком много они отстают. Слишком долго им еще сидеть до лейт-гейма. Почти 8 тысяч отставания лейт на 35-й наступит. Но, соответственно, там еще минут 15 свобода действий у команды Джен-Жи. И даже в лейт-гейме хоть чуть-чуть и сильнее команда Кинг-Зон, но это ничего им не дает. Быть чуть-чуть сильнее, это не то, чтобы, получив преимущество по предмету... Не получить преимущество, а сравнявшись по предметам, они сразу же стали побеждать. Говорят английские комментаторы, что Горилла это единственный игрок, и еще какого-то вспомнили. Никнэм я не расслышал. Не знаю такого игрока, поэтому не расслышал. Всего лишь один игрок, который два раза выигрывал Гаунтлит, это Горилла. Но третий раз ему не удастся выиграть этот турнир дополнительный на выход на чемпионат мира, судя по всему. Ну да, Горилла выигрывал Гаунтлит в составе команды Рокстайгерс, когда еще тогда в них играл. Но очень легко заходит наверх команда Джен-Джи, без шансов все для команды Кинг-Зон. Идет ульта, Прей тильтует, дает ульту свою, чтобы увернуться от Грагаса подброса, хотя этот подброс ничего бы не дал. Но зато у нас будет, ребят, скин, хромо-скин на команду Джен-Джи. Хотя у них нет таких уж прям потрясающих раскрасок цвета, чтобы можно было этим впечатляться. Судя по игре, Джи-Джи могут стать вполне чемпионами мира, как думаешь. Но они же как-то проиграли команды Катер-Остерс и Африка Фриксом, команда Джен-Джи. Так что нельзя их сбрасывать со счетов тоже, Катер-Остерсов. И не забывайте про такую команду, как Royal Never Give Up, которые в Китае громят всех, и им вообще плевать на то, что мы тут думаем про корейцев. Джен-Джи вообще никуда не торопится. Они сломали два ингибитера. Очень аккуратно, чтобы ни в какие ловушки не встрять. Проходят на топ-лейн. Подкидывание здесь идет по Брауму. Раскал хоть и здоровый в этой игре. Ой, Кювям, можно поймать! Ловят его, Браум дает сразу дисенгейдж. Подкидывание идет по Брауму, но тот отпрыгивает. Ну что, Брауму ульту сняли. Это вообще-то хороший момент, и ничего при этом не потратили. Надо давать битву, пока не подошли крипы под вышку. Надо давать финальную битву этого чемпионата, этого сезона. Сейчас делать врыв. Есть у Гориллы флэш. Флэш по нескольким игрокам. Плевать, что Олафа нет. Олаф успеет оттуда добежать. Тень потратила Акалия. Нельзя ждать. Крипы уже подходят под базу. Там нет ульты Браума. Но решает кинг-зонцы отойти и отпушивать крипов. Не знаю, почему они сейчас испугались. Я вот такие моменты немножко недопонимаю. Этим мне нравятся, наверное, больше такие резкие команды, вот как Эхо Фокс, команда Клауд Найн. Они не дают вот таким моментам произойти. То есть, либо мы выиграем, либо мы проиграем. Уже какая разница. Пропускает здесь Горилла взрыв в бочке. Надо уже подниматься наверх. Кое-как отпушились кинг-зоновцы. Следующий пак крипов поднимает. Но уже Браума ульта откатилась практически. И сейчас надо опять делать инициацию. Есть возможность прыгнуть у Гориллы на Чагата. Чагата дальше сделает прыжок и пробежаться по игрокам. Варус пошла ульта. Подкидывание дает Чагат. Но там Прей пошел восстанавливать здоровье. Потому что он очень-очень-очень битый стал после взрыва бочек. От Кювэки. Вестоит еще одну бочку. Кузя вынужден давать ульту. Уходит под вышку. Но это все означает, что не будет финальной битвы от команды Кинг-зон. Он проиграет вот так вот они без боя чемпионат Кореи. Вот так вот они не поедут. Так они и закончат сезон этот стоя. Но наконец-то в рэп по четырем игрокам. Пытается убить Краун. Но Краун за счет Джонни остается в живых. Горилла отпрыгивает назад. Убивает все же Зою. В этот момент пытается Кузя добраться до игроков. А где же у нас Прей? Почему он не стреляет? Прей очень долго соображался своей ультой. И это, мне кажется, была ошибка. Его надо было стрелять все это время. Почему Прей не стрелял? Кто-нибудь, объясните мне. Акали прыгает. Пытается сделать килл хоть на ком-нибудь еще. Но ничего это не выходит. Так, я сам себе объясню, почему не стрелял Прей. Перематываем назад. Перед, 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 перед. Вот здесь вот этот момент произойдет. Где Прей? Вот Прей. Уничтожился третий ингибитор. Ушел Олаф на восстановление здоровья. С фонтана ромящие ботинки сейчас включат и побежит. Все, пошел в рыб. Вот он Прей. Что с ним произошло? Его выкинул Гра... О, ё-моё! Флэш, хил, все есть! И его выкидывает Грагас. Ты серьезно? После этого он неспешно сюда подходит. Дает удар по бочке. Парочку автоатак по Грагасу. Они с командой. В него делают флэш и ешку подкидывания. Он тратит сейчас флэш и хил. Вот этот вот момент, конечно, о многом говорит. Вот сейчас смотрите еще раз за Преем. Это тот самый момент, почему команда Kingzone в этом году так плохо играет. То есть мало того, что они дождались уже критической точки. Даже она уже, мне кажется, не возврата пройдена. Вот он. Вот она. Летящая бочка. У тебя есть флэш-хил. Ты играешь, черт возьми, за Зою, которая может перепрыгивать все, что хочешь. Просто флэшайся вперед вместе со своей командой вот сюда. И начинай расстреливать всю вот эту армию. Но его выкидывает Грагас ультой. И он такой, ой, беда. Придется бить Грагаса. Не буду бить рулера, не беду бить Корджей-Джея, Кювея. Побью немножко Грагаса. Ну, давайте посмотрим чуть-чуть, что там произошло в предыдущих играх. По банным пикам хотя бы определиться. Это был вот счет 0-0, когда кинг-зоновцы против Джинджи. Чуть вперед промотаем. Они решили сыграть через Йоргода. Йоргод против Атрокса. Взяли себе Кайсу с Грагасом саппортом, судя по всему. И попали под Тристану. Хороший мидгейм у команды Джинджи. Неплохой сплит-пуш потенциал. 4-1, может быть, у команды кинг-зон. Да и лучше лейт у них. Но я так понимаю, это по объектам они проиграют. Потому что сама по себе сетапы равные. Вот что я отметить могу. Сетапы очень равные. Но, видимо, они просто проиграют индивидуально игру в команде Джинджи. Там фанатики сидели, да? Сидели фанатики? Но они сейчас в Корее находятся. Так что я бы, если бы был в команде фанатик, конечно же, организовал бы своим игрокам поход на такое мероприятие. Чтобы они со стороны посмотрели на это все. Это так делают и футбольные клубы, вы знаете. Ты сразу же обсуждаешь со своими игроками, что, где, когда и почему. И денег довольно дешево это стоит. Ну, сам поход на мероприятие. Ну, эта игра, она реально была проиграна по именно... Ну, да, видите, они потихонечку отдали, отдали, отдали преимущество. Три дракона, небольшое отставание по золоту. Это чисто вот на мидгейме своем провалили. Пенат на этом чемпионе вообще ничего не сделал. Ладно, давайте во вторую игру, где баны пики были. О! Ох ты, какая красавица. Папа Смитти доволен. Рекласс Суас. Суас не понимает, что он тут делает. А Рекласс серьезен, как никогда. Папа Смитти переводом занимался. Прикольно. Так, давайте посмотрим, что было во второй игре. Так, во второй игре Лисин появился от Хару. Серьезно. Шен на боте с Варусом. А здесь Бедиди взял Ясова. И я чувствую, Бедиди здесь уничтожит на его Ясова. Он изо всех сил, наверное, старался, но Лисин его постоянно давил. Лисин, кто не знает, прямая контраст считает Сколову в некотором роде. И, видимо, Лисинчик у Хару сработал на ура. Сейчас посмотрим. Перематываем. Пока тут ничего не происходило. Пока даже у Кингзона было преимущество. 4-0. Так, давайте посмотрим, что произошло в 4-0. Как они проиграли эту битву. Так, по 1-0 ведут уже все игроки живые. Кингзоновцы начинают делать дракона. Пошла телепортаться. И они опять бросают его. Это мы видели в этой же партии. Почему они бросают в такой ситуации дракона? Вы видите, что с этой стороны идут на вас 2 игрока и какой-то идет телепорт. Ворвитесь в этих двух игроков. Чего они оттуда прут вдвоем? Тем более, есть чем влетать. У вас есть Райкан. И так дабл Райкан. У вас есть Олаф. И так дабл Олаф. Вперед. Но они отходят. Бросают вот это действие. В итоге теперь оппоненты стартуют. Оппоненты занимают уже позицию. Ту, которую они хотят. Такую линейную. Один керри здесь, второй керри здесь. Шен ультанет, честно, кого-то. То есть, понимаете, все идеально у них. А у Кингзонова как раз теперь стоит не идеально. Потому что один керри здесь, второй керри здесь. И их может сбивать сразу 2 игрока с двух сторон. Это ошибка. Не макро, а именно индивидуальная ошибка. Страх. И в итоге теперь они делают врыв рулера. Отличный план. И все в узкое пространство залезают против как раз-таки Кюве. Тут дают подкидывание. Шен прилетает. Кат пришел. Только сейчас начинается битва. Сейчас будет минус 4 у команды Кингзон. Это мы знаем с вами. Оно дракон кому достанется. Ой, горилла такая ошибка. Просто подходит плотно и теряет прокаст. Боится заканчивать дракона. И флеш подкидывание по двум керри. Хару делает келец на одном из них. Олафа там добивает. Ну, понятно. Здесь они проиграли на этом драконе сражение. И, видимо, вьетнамские флешбеки у них были в партии номер 3. На 15-й минуте тоже на драконе. Они испугались, что произойдет то же самое. И решили просто отойти. А по мне это было глупо. Ну, вот в третьей партии, то, что мы с вами видели. Ну, и здесь Снобол уже дальше точился. Небольшой, видимо. Мне интересно, что там у Лесина со статистикой. 2-1-2. Топпер здесь выиграл QV на Атроксе очень сильно. Кан кинул льту в игроков с 80% хп для замедления Скайри. Че, опять-то гудгейм не работает? Пенаты здесь ловят. Хару, блин, классно. Просто красивая игра. Еще ушел. Ой, красавчик. Горилла делает инициацию. Ничего не вышло. Кана QV не пустил, как и в третьей партии. QV постоянно не пускает Кана к тем файтам. Ну, не Кана, а топ-лейнера оппонентов. Посмотри, ластфайт. Давайте. Видимо, здесь все живы. Давайте посмотрим, что у нас по золоту. Ну, сильное отставание уже. Не знаю, зачем ты хочешь его смотреть. Тут слишком сильное отставание. QV шатал всех. А, ты из-за этого хочешь? Тут даже больше отставания, чем в третьей партии. Третью партию даже лучше сыграла команда Kingzone, получается. Гигантский пак криповки. Выдает подкидывание раз, подкидывание два, подкидывание три. Прыжочек. Лисин не достает так, как надо, но уже убивает Йоргода. Горилла прыгает, не понимает, что делает, а в этот момент пропадает с карты Prey. Да. Это что, повтор? Да я просто пересматриваю, как проиграла команда Kingzone. Свою встречу. Ну, вот здесь я сейчас вернусь к Дракону. В третьей партии, где поражение... А, ну вот, Дракон уже взят. Чуть назад. Вот, 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 вот. Смотрите. Что было? Еще чуть назад. Сломали вышку на топе. Классный розыгрыш. Мне нравится. Меня похвалило. После этого они потеряли вышку на боте. Лада неприятно. Смещается все на мид. Отпушивает мид. Дракон афнутый и приходит сюда. У команды Kingzone сейчас они знают, что Ганг Планк пойдет отпушивать гигантский пак репов на топе. И у него нет телепорта. Потому что они его сняли сами до этого. Они знают, что у них подходит Акали, подходит Чагат. И Зая в этот момент подпушивает мид лейн. Все, что им нужно сделать, это выиграть Краба в первую очередь. Прогоняют они Кюве. Дают по нему урон. Нормально. И забирают этого Краба. Горелла мог, конечно, в бочку не вставать. Это он сам виноват. Все нормально. Тут стоит пинкварт. Плевать на этот пинкварт. Вообще ничего не дает. Все. Отпуливаем дракона вот сюда. В правильную точку. Занимаем хорошую позицию. Где один игрок стоит здесь, не дает подойти им. Один из ваших инициаторов. Главным образом это должен быть Горелла. Остальные игроки занимают позицию тут. Если оппоненты идут отсюда, у вас есть возможность Рейкана, фланг инициацию, Чагат забежать. Олаф забежать. То есть вот так вот вы будете забегать. А два керри в безопасности. Если они идут с этой стороны, вы перегруппировываетесь, оставляя Рейкана все еще здесь, чтобы он не дал керри оппонентов с той стороны вас расстреливать. И делайте инициацию, если что, сюда. Что происходит с командой Kingzone? Смотрим внимательно. Пока все нормально. Прыгать сюда Грагас. И начинается паника. Грагаса увидели и запаниковали. Чего вы боитесь? Грагас туда перепрыгнул. Забегите в него, в Грагаса. Все, забегайте в него, убивайте. Он должен будет сейчас потратить Ешку и ульту, чтобы ускакать отсюда. После чего вы добираете дракона и уходите. У вас два игрока зазонят вот этих игроков. Вы это знаете. Вот они, два этих игрока. Они зазонят. Этой троице убивайте Грагаса. Что они делают? Эти два игрока в панике убегают наверх. А этот троица в панике убегает сюда. И вот она проблема. У Чигата нет ульты. Да тут у Гампланка нет ульты. Тут еще не было ульты у Браума. Оно все в КД это. И в итоге путаница, запутаница. Теперь надо перегруппироваться. Кузя вроде уже занял хорошую позицию. Эти части игроков не заняли. Теперь надо Райкана успеть дойти до Кузи. Кузя в этот момент уже теряет здоровье. Выбивает шишку у БДД. БДД теперь не знает куда деться. Пошла инициация. БДД запутался. И все. БДД не приходит. Райкан просто умер. Чигат тоже умер. Смелее надо быть с вашими-то чемпионами. У вас Олаф с ультой. У вас Чигат жуткий танк. Хотя без ульты. Но какая разница. Он все равно жуткий танк. У вас Райкан есть, который может прыгнуть с любого из этих игроков. И дать подкидывание с ультой. Чего и бояться-то. Вот этот момент был ключевой тоже в этой игре. Да, они здесь меньше потеряли, чем в игре номер два. Но что это за хаос? Это не те кинг-зоныцы, которых мы любим. Никто его не зафаловил. У Лолафа есть ульта, он не побежал. Прэй вообще просто отсюда пробежал сюда, не дав ни одну автоатаку. Следите за Прэем. Вот он, Прэй. Ни одну автоатаку не даст. Смотрите. А дал одно. Одно. Одно перышко. Вот она. Это ли уровень Адекерри чемпионата мира? Конечно, нет. Конечно, нет. Это не уровень чемпионата мира Адекерри. И как итог вы проигрываете. Паника какая-то совершенно несуразная была у команды кинг-зон. Если на чемпионате мира, когда они проигрывали команде Джин-Джи, будучи тогда еще Лангжо, а те были Самсунгами, я ругал команду кинг-зон за ненужные сражения с сетапом, который в лейтгейме дико сильный. Помните? Я их ругал за это. То, что у вас сетап, который будет тимфайт, вам нужно пауэрспайков дождаться, не нужно давать битву так рано. То здесь я их ругаю за как раз-таки наоборот уже. У вас все есть, чтобы воевать, а вы просто убегаете куда-то. Да. Ну что ж, ребят, поражение команды кинг-зон. Сейчас я посмотрю, идет ли у нас китайская лига там еще. Так, где у нас на лол-то выскочить, походу? Лол закончился. Китайская лига закончилась. А что, за полтора часа? Как могла за полтора часа закончиться? Это, видимо, запись какая-то кривая выложилась сюда. Может, трансляция у них упала? Ладно, кто хотя бы первую игру выиграл? Ну, мы сейчас на Твич пойдем, если что. Рогью против Эдвардов 0-0. Нифига они тут 37 минут играют. Китайцы-то. Кто выиграл? Я спрашиваю. Ага. А, я понял, это просто первая игра. А я думаю, полтора часа, что это такое? Это полтора часа первая игра шла. Понятно. Там, видимо, опять менопаузы китайские продолжаются. Китай 1-3. Эдварды победили? И Рогью Вориорс. А, ну, мы, кстати, что это мы можем здесь посмотреть. Ну что ж, ребята, давайте подведем небольшой итог. Итог всех этих событий, которые произошли за эти три дня. Ну, правда, третий день еще не закончился. Еще неизвестна судьба Cloud9TSM. Еще неизвестна судьба Schalke 04, G2. Сегодня вечером, через 4 часа, мы эту судьбу будем решать. А сейчас давайте посмотрим. От Кореи едет Cataroster, Africa Freaks и JNG. Лично буду болеть за Africa Freaks и JNG. Против команды Cataroster. Не знаю уж, почему вот так у меня сложилось. От Китая едет Royal Network Give Up, Invictus Gaming, Edward Gaming. Лично буду болеть за рояльцев и Эдвардов. От Европы фанатики Виталики и один слот неизвестен. От Америки тем ликвиды соточка, один слот неизвестен. От LMS региона Мэттим Флэш Вольф, один слот неизвестен. У них еще будет Relegoration Round. Вот он, региональный этот турнирчик. И получается Вьетнам у них 22 числа финал пока неизвестно. Кто поедет у них как команда номер один и как команда номер два тоже неизвестно. Эти четыре команды, я не знаю, что это такое. Это, видимо, список отсюда, они имеют в виду, которые пробьются. Да, это, видимо, список, который пробьются отсюда, потому что это финальный турнир. А это первый турнир. А в Плеене в Бразилии победил Кабум наши любимые ребята. В LCL и в СНГ победили Гамбиты. Detonation Focus Me. Вот они как теперь называются. Поэтому название немножко поменялось. Японцы победили в очередной раз. Infinity Esports победили в Латинской Америке неожиданно, потому что они были там командой номер три. И в Латинской Америке Южный победил Chaos Latin Gamers. Те же самые ребята, что в прошлом году. Dyer Wolf от Океании едут. Это то же самое. Мы их уже видели много раз. Ascension Gaming. Передаем привет. Кто там у нас был? Никнейм забыл, ребят. Сейчас. Никсару, Никсару, конечно же. Передаем привет. Он будет на чемпионате мира в составе Ascension Gaming. Интересно будет, если они попадут в группу с командой Gambit. Посмотреть на этот матч. И в Турции они сейчас будут играть в 14.00. Но я, возможно, концовочку вам ее простримлю. Если там будет какой-нибудь Best of 5 полная. Просто могу показать, кто с кем там играет в финал. Играет Royal Bandits и Supermassive. Чаще всего ездили команда Fenerbahче, либо Supermassive. Royal Bandits не имеют, так сказать, никого в составе знаменитого, кроме Dumbledore. Но Dumbledore поменял команду и стал в команде Royal Bandits. Так-то Dumbledore это самый известный, наверное, турецкий игрок. Он и кастер, и стример, и аналитик, и тренером даже поработал. В общем, Dumbledore парень на все руки. Раньше он играл, по-моему, как раз в команде Supermassive. Если я правильно помню, Fenerbahче он никогда не играл. Тут Талдрин был и Frozen, да, здесь другие ребята были. А вот в этой команде он играл. Но потом они, видимо, от него избавились. А, ну, можем просто, ну, Дumbledore историю нажать. Где у нас тут история? Да, в Supermassive он был, в Bishaktash был. Это его команда собственная. Он с нее же и начинал, потом перешел в Supermassive. Потом вернулся в свою собственную команду, Bishaktash. И потом решил перейти в команду Royal Bandit. Но вот с этой командой, с этой командой он попадал, точнее, вот так вот. С этой и с этой в эти годы. Он попадал на чемпионаты мира. И Dumbledore известен еще тем, что он Жанна Мейнер, который брал на Европе топ-1 рейтинг, играет только на Жанне Мейн. Только Жанну парень играл и брал в Европу топ-1 рейтинг. Поэтому он такой известный Фионер Бохче, да, Фионер Бохче. Ну, Фионер Бохче, видите, они не смогли в этот раз пробиться. Они здесь проиграли Supermassive. Сегодня они будут играть друг против друга. Я думаю, там более 100 тысяч людей будет смотреть этот матч. Но мы будем экономить силы, ребят, потому что нас ждет сегодня горло разрывающие матчи между командой G2 и Schalke 04. А ночью TSM против Cloud9, El Clásico. Так что, ребят, пока, всем пока. Где-то в районе 5 вечера, через 3 часа, стрим запущу. Подведу итог турецкой лиги. А если там матч будет еще идти, может быть и прокомментим пару игр. Пока, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok